В каждой команде мастеров по хоккей есть человек, от которого буквально зависят вся ледовая дружина. От того, как он наточен перед игрой коньки, делать массаж, подгонить плюшку мигратора в маску, то зависит результат его игры. У нас функции все. Начиная там массаж, точка, коньковка, лёпка, шитьё, формы. Виктор Циклаков работает в Московском Спартаке с 1994 года. У такого дружины я думаю, как этот он не помнит. В команду пришло много новых игроков, у которых есть претензии и желания. От того, чтобы подобрать каждый ключик, не смотришь. Так само собой, если у кого-то что-то не получается, кто виноват? То, кто делал. Сам себя не похвалишь. Несколько лет назад запасным инвентарём были огромные трудности. Необходимой амуниции в стране не было, и приходилось закупать её за границей. Куда наши команды ездили лишь раз в год в начале танкового сезона. Ребята вынуждены были играть практически в запасной форте. Сегодня только в одной марте нет 150 магазинов, где можно купить практически все. Хотя проблемы иногда и сейчас возникают. Третьи страны нам помогают, помущатся, такие как Китай. Например, там вот сейчас графы они изобрели новые. Кобра, облегчённые. Сталь, сталь. Сталь не та, но ребятам не нравится в очень многом, и поэтому все очень как-то не напосятся к операциям. Чаще всего, конечно, хоккеисты меняют флюшки. Вернее, сейчас большинство играет алюминиевыми балками со вставными крюками. Заменить или поделать, которые составляют всего лишь несколько минут. У каждого игрока на игру несколько флюшек, так что в случае поломки одной, всегда есть чем им заменить. Ребята сами себе их делают, только в редких случаях, не веряя кому-либо это случится. Ведь это и хорошее. Легистер не обижается, он месит команды переживать свою взлёт и победу. Там же от команды была, вот, грубо говоря, сколько 7 игр проиграли, ну вообще, не знаю, за что браться, делаешь всё, кто не сам. Работа у легистера тяжёлая, очень часто во время матча возникает у трех семянных стоят. А иногда это у него ситуация. В застану в последующий момент кто-нибудь отлетит или сломает. Мы играли как раз в Кубок Спартака, финальная игра была у нас со звёздами. И у него в один прекрасный момент, у нас как раз было 5-3, у нас было 5-3 звёзд. У него отваливается лезвие, самый напряжённый момент. Паника. Сам же Виктор доволен и своей работой, и то, что он делает. Вот только стоит им ответить от игры, как с Димой приятный. Ну что, когда по голове шайбы попали, наверное, у меня было тогда до смеха. Ну конечно, дело в том, что там и маски протираешь, иногда и не видишь. Самое главное следить за игрой так, чтобы и себя уберечь, и чтобы всё было нормально. Так что вряд ли работу Виктора можно назвать спокойной и безопасной. А о запасе и говорить, что Виктор Цеплаков – полноценный игрок московского. Пока. Павел Стасов и Слав Кутинчик. Движение День ТВ. День ТВ. День ТВ. День ТВ Субтитры сделал DimaTorzok